Животные без света и тепла, а еду для них готовят на дровяных печках. В новых военных реалиях приходится выживать зоопарком по всей Украине. К сожалению, сотни животных погибли из-за вторжения россиян. Спасти многих питомцев старается главный зоопарк страны Киевский. Но и там есть сложности с содержанием зверей из-за постоянных отключений света. Он подходит к окну, будто зовет сотрудников зоопарка, чтобы те скорее подбросили дров в печку. Похоже, замерз. Тони – легенда и символ киевского зоопарка. Для него создают комфортные условия. Когда выключают свет и нет отопления, нужно что-то придумывать, чтобы приматам было не холодно. А это не меньше, чем 20 градусов тепла. Поэтому установили на отделе приматов и тут, где содержится наша горилла Тони, мы установили булерьян. Мы каждое утро зажигаем этот булерьян, чтобы поддерживалась температура 20 градусов и выше. Но тепло не единственное, что нужно приматам. Освещение для обезьян тоже важно. По словам специалистов, они становятся менее активными и перестают есть, когда нет света. А это кадры из Германии. Помощь нашлась здесь, в берлинском зоопарке. Вот грузят большой генератор для отправки в Киев, чтобы приматы и другие животные точно не замерзли. За последний год мы собрали 400 тысяч евро для киевского зоопарка. Это большие деньги. И мы были удивлены тем, как много любителей зоопарка в Берлине и его окрестностях хотели помочь. Мы счастливы, что теперь можем отправлять генераторы. Еще мы закупили корм для киевских животных на эти деньги. Генераторы помогут обеспечить киевский зоопарк дополнительным отоплением, а также электричеством. Собственных агрегатов сейчас недостаточно для его нужд. Я была глубоко шокирована. На днях мы обсуждали с киевским зоопарком размер доставки. И в этот момент наши партнеры в Киеве сказали, подождите, связь сейчас может пропасть, потому что мы под ракетным обстрелом. Это глубоко тронуло нас. Это нечто совершенно другое, когда вы общаетесь с людьми, находящимися под обстрелом. Большая благодарность, потому что февраль наступил, и мы знаем, что это будет тяжелый месяц для нас. И мы должны сделать все, чтобы наши животные не поняли, что за их забором идет война. Мы лишены электричества от 4 до 12 часов в сутки. Благодаря генераторам мы сделаем все, чтобы животным было комфортно. С начала полномасштабной войны Киевский зоопарк приютил сотни животных из пострадавших зоопарков по всей Украине. Так, недавно привезли дикобразов из Херсона, а ранее спасли тигрицу из Харькова. Ведь в других регионах звери просто гибнут из-за последствий вторжения России. Продолжение следует...